Мы начинаем общаться с вами в прямом эфире. Напомню, что сегодня обсуждаем тему, можно ли чиновнику простить взятку, если он делает что-то хорошее для общества. В ходе смс-голосования, которое мы провели, 12% поддержали идею, что взятку можно простить, а 88% считает, что простить взятку ни в коем случае нельзя. Я напомню, что вы можете звонить нам по телефону 265-45-00 или отправлять сообщение на номер 90-20 в начале ТВК, пробел и далее ваш текст. Есть некоторые сообщения, вот, например, можно простить взятку, но если точно пользу принесет, они в своих целях, делиться надо, пишут наши телезрители. Или еще, если чиновник ввяз в коррупцию, от него пользу обществу быть не может. Или еще, можно простить взятку, если польза в разы выше взятки. И еще одно сообщение, люди ненавидят и не прощают взяточников. Прощение взяток приведет к тому, что без взятки к чиновникам не приходите на прием, пишут наши телезрители. И мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем ваше мнение. Добрый вечер. Слушаем вас, как вас зовут? Алло, вы меня слышите? Да, я вас слушаю. Звать меня Любовь Леонидовна. Я сама работала главным инженером, и мне приходилось просто обращаться с чиновниками. И, поверьте мне, почти каждый что-то ждал все равно. Это уже была, по-моему, привычка. И я считаю, что те люди, которые считают, что надо давать взятку чиновникам за какие-то их хорошие заслуги, это уже психология рабов. Это люди, которые всю жизнь привыкли подчиняться. Они и будут так делать. А как изменить этот менталитет? Ведь согласитесь, что вот из тех, кто проголосовался в нашем смс-голосовании, да, много людей, 88% проголосовали, что нельзя прощать взятку, но 12% это же тоже много. Вот как изменить менталитет этих 12%? А он уже меняется, вы же сами поняли. Меня просто обрадовало ваш процент, когда показали. Я не ожидала этого, честно говоря. Потому что даже в медицине, я столкнулась с этим, даже в медицине, это уже просто ужасно творится в медицине. Ну там уже жизни людей решаются. Дашь ты или не дашь. Ну, то есть 12%, по вашему мнению, это уже меньше, чем было раньше? Ой, естественно, естественно. Наше общество идет уже, как сказать, ближе к Европе. Спасибо большое, Любовь Филинтовна, за ваше мнение, за ваш ответ. Я напомню, что вы можете звонить нам по телефону 265-45-00 или писать сообщение на номер 90-20, через ТВК, пробелы, далее ваш текст. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня зовут Евгений. Вы знаете, что не секрет, конечно, что в России это, наверное, самая большая коррупция в мире. То есть одна, наверное, самая большая, я просто про другие страны не знаю. Ну, и самая последняя коррупция, это в личных целях своя выгода, то есть взятка. Понимаете, все эти откаты, взятки в личных целях. А если в личных целях, то как можно, большая. Какая может быть выгода другим? Потому что от малого до великого чиновника, то есть, возьмите, большой еще как по ступенькам пойдет, и все будут брать взятки, поэтому у нас мосты дорогие, дороги самые дорогие. И вы знаете, самое лучшее средство это уже стосить наказание. Ну, а какое наказание, Евгений, по вашему мнению, будет адекватно? Ну, я даже думаю, можно даже такое. Поймали за руку чиновника, который взял взятку, вывели, расстреляли, другие посмотрели и увидели. Может быть, тогда брать не будут. Ну, Евгений, извините, что перебиваю, но смотрите, в Китае, например, известно, что расстрелы зачастую – это не способ борьбы с коррупцией, это способ убрать противников, тех, кто не согласен, например, с линией Коммунистической партии Китая. Ну, да, как бы подставляют друг друга, может. Тут у нас палку перегнут еще больше, чем в Китае. Это, конечно. Но уже сочить точно надо, потому что у нас… Вот посмотрите, поймали на взятке, он 5 миллиардов расстрелил, ему пальчиком погрозили. Вы что делаете, так же нельзя делать. И 5 миллиардов, например, с рук сходим. Согласитесь? А другого поймают, там, какого-нибудь маленького начальника отсека. Хотя любой уже при власти человек начинает, там, что-то использовать в свою власть, в своих личных целях. Правильно? Его начинают уже судить, общественность, суды, уголовное дело. А за 5 миллиардов даже, вы знаете, пожурили, пожурили. Поехал дальше куда-то жить, и нормально. Ну, надо ужесточать как-то, согласитесь. И на высоком уровне. Спасибо большое, Евгений. Говорили не просто о том, что взятки прощать нельзя, но и о том, как с ними бороться и как ужесточать наказание. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Лидия Александровна. Слушаю вас. Удивляюсь, какие странные вопросы иногда вам приходится задавать. Сможно ли оправдать коррупцию? Это значит, если врач хорошо вылечил зуб, я ему тысячу. Помню, прихожу к врачу, дырочка, залечил, больше не смотрит, ничего. Спрашиваю потом у знакомой медсестры, почему? Она говорит, зазрались. Если чиновник быстро и положительно решил мой вопрос, а разве он не за это получает деньги, ему тоже конвертик? А если чиновник без очереди устроил ребенка в детский сад, даже если было необходимо по каким-то объективным причинам, родители должны его благодарить? Хорошо бы все, кому поручено делать добрые дела, то есть исполнять честно свои обязанности, отказались бы от взятки. Тысяча от этих, сто тысяч. Вот о чем надо думать. А не требовать, чтобы поощрять тех, кто спасает вам жизнь. Лидия Александровна, но согласитесь же, что проблема не только в тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает. Вот, вот, вот. Мы забыли и дающие, и получающие о таких понятиях, как честь и совесть. Вот ведь дело в чем. Ведь эти слова, которые в наше... Я пожилой человек, которые в наше время были святыми, а тут женщина сказала, будем ближе к Европе. Я бы хотела сказать, везде хорошо, где нас нет. Это неправда, что там не берут и не дают. И вот надо бы вспомнить слова чести и совести. И наивно думать, что брать не будут. Но хотя бы не давать. Ведь это же можно. Спасибо вам большое за вашу... Я понимаю, что я романтик, но мечтать невредно. Таких романтиков нам иногда не хватает. Спасибо большое за ваше мнение. На прямой связи со студией была Лидия Александровна. Говорили о том, что не должно быть никакой терпимости к коррупции. Прямо сейчас мы прервемся на короткую полезную информацию. Вы пока звоните нам по телефону 265-45-00 или отправляйте сообщение на номер 90-20. В начале ТВК пробел и далее ваш текст. Ну и коротко к вашим СМС-сообщениям. Чиновники получают зарплату. За свою работу нельзя прощать взятки и откаты чиновников. В Китае оказывают жестко, но там нет рецидива. Да, рецидива там действительно нет. Там просто некоторые люди, как известно, исчезают. И больше их никто никогда не видел. И сложно установить. Действительно они взяли взятку или просто оказались кому-то неугодны. Лишать... Чиновник это общественный деятель лучше уменьшить, чем заработную плату до бюджетных. Остальные деньги пустить в казну, пишут наши телезрители. Еще есть телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый день. Добрый вечер, слушаем. Вадим Евгеньевич меня зовут. Да, Вадим Евгеньевич. Да, слышите. Ну, дело в том, что мы, по-видимому, забыли упомянуть наших доблестных сотрудников правоохранительных органов. Сотрудников полиции, сотрудников прокуратуры, которые также у нас довольно часто грешат данными фактами. В настоящее время у нас находится в производстве Следственного управления городского управления внутренних дел ряд уголовных дел по мошенничеству. Причем фигурантами этого дела являлись бывший сотрудник прокуратуры Красноярского края, потом действующий адвокат Ленинской коллегии, адвокат Ваннинской организации, некая Саванюк Сергеевна Тимофеевна. И вот она является фигурантом этого дела, в том числе со своим сыном, Саванюком Сергеем Сергеевичем. Он у нас генеральный директор агентства недвижимости «Резалит». Являются фигурантами ряда уголовных дел, которые находятся в производстве, как я говорил, Межмунициального управления МВД России и Красноярска, и которые сейчас тщательно прикрываются. Причем довольно с очевидными фактами, где, естественно, имеется ряд уже признательных показаний фигурантов этих уголовных дел. И, естественно, прикрываются при помощи той же прокуратуры города, прокуратуры Красноярского края, которые осуществляют контроль за их деятельностью. То есть совершенно очевидно, что не за красивые глазки эти дела прикрываются. Вадим Евгеньевич, спасибо, извините, что перебью вас. Спасибо за вашу информацию. Будем ее проверять. Конечно, я напомню нашим телезрителям, что это прямой эфир, что мы выпускаем звонки наших телезрителей без какого-то предварительного отбора. Поэтому будем проверять то, что сказал Вадим Евгеньевич. Будем выяснять информацию, которую нам только что сообщили. Еще пишут, зачем брать, рисковать. Пишут наши телезрители. Еще сообщения связаны с капитальным ремонтом. Их прочитает моя коллега Екатерина Лукашенко в 23.00 в прямом эфире ночных новостей ТВК. Еще предлагают чиновникам понизить заработную плату. Но здесь тоже непонятно. Если понизить, это будет еще один стимул брать взятки. А если повышать, может быть, тогда нет. Нет необходимости в ужеточении закона, должна быть неотвратимость, наказание. В первую очередь, пишут наши телезрители, таким образом резюмируя сегодняшнее общение по поводу коррупции. Спасибо вам за то, что этот час. Вы были вместе с новостями ТВК. Итоги дня в 23.00 подведет моя коллега Екатерина Лукашенко. Продолжение следует...